зашел все уходим тогда возвращаемся в игру что ж друзья всем привет с вами окрошка второй сезон лиги crossfire организованной компанией mail.ru игровым порталом place to play ru шестнадцатый тур карта мехико вторая игра сегодняшнего дня rush mb спасибо его все готовы бьют копытом после зубодробительной и мозговышибательной первой игры в которую не верится мне по крайней мере по прежнему не знаю как вам будем смотреть мы вторую я не понимаю честно говоря что происходит бегаем по залам скоро скоро будем начинать пора бы нам это делать давайте еще раз смотреть на таблицу смотреть на составы сейчас мы быстренько обозреем их обратите внимание не зря я кстати выложил составы есть тут хорошие изменения прям не могу я сдержаться хотя игра у нас которая будет на стриме этой команды будет завтра и будет она кстати с virtus pro говорю я команде терра обратите внимание это просто такая вторая сенсация что ли сегодняшнего дня была на первой сегодняшнего дня на приготовил я ее на завтра ну еще раз повторюсь держаться не могу оглашу смотрите внимательно состав терра и удивитесь ужаснитесь критан какао фишер балакантавра и следующим человеком 1502 кг тот самый да тот самый 1502 кг который играл в составе у нас рок скис и по его заявлениям ушел не только из состава рок сов но и из crossfire комьюнити забил на игру вот он не знаю как это отразится на успехах команды терра это мы как раз таки увидим завтра завтра будет у нас трансляция насколько я понимаю будет это игра именно virtus pro против терры то есть все все у нас интересно санта барбара продолжается не переключайте свои каналы не знаю уже какой по счету сезон санта барбары но мне лично доставляет удовольствие такие расклады постоянные переходы трансферные из команды в команду беготня в таблице по позициям тем более после предыдущей игры борьба у нас только накаляется интересно тут еще как сегодня сыграют immortal играют они с epic fail у них 37 очков но вот кому не повезло так это immortal и вот непонятно и мне вот по крайней мере теперь если у нас virtus опускаются на второе место до после случившегося то immortal в принципе надо каким-то путями линять непонятно куда им линять вот ну слиняют они на четвертое место попадут на еремию да допустим в плей-офф и как бы вот толкните меня что лучше для них играть с вирту сами или с еремией как бы положение у них было ну более менее понятное теперь они в такой полупозиции у нас застряли хотя вот тут никому абсолютно не позавидуешь и даже четвертой команде два два у нас явных фаворитов таблицы и мы меняем зал что же такое два явных фаворитов таблицы располагаются они на первом и на втором месте и как бы в плей-офф смотрите у нас система получается крест-накрест то есть первое место играет полуфинале с четвертым второе с третьим с кем бы нафиг не играла третье и четвертое место но это врагу не пожелаешь виртуса и еремия и еще раз повторюсь теперь непонятно на кого лучше попадать заранее да по раскладам по афише полуфиналов будет явный фаворит будет явный аутсайдер в каждом полуфинале ну и такие расклады подходят что вырисовывается у нас финал вирту спро и риме и опять таки этот даже если точнее финал вырисовывается вирту спро и риме опять таки этот финал непредсказуем до ужаса 2 2 уже поражения потерпели вирту спро от команды и риме на карте порт и теперь вот сегодня на карте мехико и кто победит кто сделает ставку будет ли она правильной но одному богу известно так мне надоело меня по залам приглашают приглашают что-то мы вот не можем никак улице что-то у нас все происходит уже до времени уже очень много три минуты у нас остается в принципе по регламенту до начала игры это так уж и много чтобы собраться а у спасибо его по-прежнему отсутствует пятый игрок сейчас я к судьям наверное обращусь узнаю что да как может быть какая-то у них есть информация но я так понимаю что пятый игрок у нас постоянно тает из зала как в нем закрепиться и ну тут уже в позицию царей становится у нас команда рашем б заговорили ребята а т.п. я думаю что рано пятый игрок у нас как раз таки подтягивается и спасибо е вы жмут все рэдди и шоу мозгу он все продолжится буквально через парочку минут тем более что мы уже дождались этого да будет knife round у нас в принципе он уже понесся давайте к нему и переходить на радиостанции решим кто является мастером ножа в принципе все стандартно сейчас полетаем и увидим я застрял я застрял сделаем их давайте вот так вот посмотрим собирается команда у нас на длину а тут будет мяско пониже вот так вот опустимся и посмотрим вот сюда все стенка на стенку великолепная русская забава еще до православные времена языческая сохранилась она по сей день и в нашей в нашем любимом кроссфаере также она присутствует обычно это по праздникам у нас каждый тур праздник поэтому частенько частенько мы видим knife round 2 в 2 остаются команды кто кого за атаку рашем б в этом knife round вроде они вдвоем в одного у нас спасибо еловцы остаются ну думаю сейчас дорежут ох нет один в один один двоих затаскивает чейкрейс и будет выбирать сторону не буду я вангой наверное если скажу что выберут они сторону обороны сторону дефенса это что это то что это было так ну будем мы сейчас меняться сторонами и заходить уже непосредственно в игру на сторонах а и и и и и и и и Все. Выбраны стороны. Рашмб отправляются на сторону Дефенса. А атаковать начинают спасибо Еву у нас. Ну, абсолютно нормальная обстановка. Тут ребята спрашивают какую карту играем. Мехико. Нет, не Мехико. Пишут, что вообще нам все равно в принципе. Спасибо, Ева, за какую карту играть. Ну, поехали, поехали. Смотреть. Давайте составы. Быстренько, пока мы ничего не начали. Galaxy, Mobi, Libertad, Watch of a Nation, это Рашмб, Злейши, Айскримка, Трой, Чекрейс, Келвей. Все знакомые лица. Эта команда. Спасибо, Ева. Ну вот, смотрите, сразу же. Первое отличие, да, вот это вот стандартная расстановка Дефенса. Двое занимают центр. Закрыт смоками выход атаки. Почему-то у нас лежит смок за четырьмя ящиками. Так неразумно. Кто-то его раскинул. Ну и халды по центрам от атаки. Прям вочу не терпится. Вот выйти, Злейший убирает Либерту. Нечего там соваться. Эту щелочку. Отличается, да? Отличается. Смотрите, как это игра. Играется она, в принципе, наверное, на 99,9% как играется карта. Это всегда, как игрался на испокон веков за атаку. Так ее, в принципе, у нас отыгрывает. Команда, спасибо, Ева. Дефенс. Дефенс не удержал центр. Хотя они на нем стояли. Моби отрезали на точке А. Он последний у нас остается. Есть у него инфа, что проходит вся атака на точку Б. Пропускает он троих аж целых. Пригибается. Попускает четвертого. Хороший хэ дает. На дому второго не было забрать. Откуда в него стреляют? Смину это все происходит. Ну, все, зажали, зажали. Бомба поставлена. Выходит и Диггл работает узлейшего. Минус Моби. 1-0 в пользу атаки. 1-0 в пользу. Спасибо, Ева. У нас слив. Не перезаходить мы в игру. Технические неполадки. Технические неполадки. Урашим, да. Будем ждать. Будем ждать. Давайте я вернусь в чат. Пока есть время. По-прежнему вы обсуждаете предыдущую игру. Ну и обсуждайте. Так, счет 1-0. Именно на таком счете мы закончили. 1-0 у нас в пользу. Спасибо, Ева. Перезаходы пошли. Ну, я так понимаю, что выбивает людей из игры. Потихонечку собирается у нас Рашем Б. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну, в сборе. В сборе. 5 на 5. Все. Все есть. Ну, интересно, интересно. Я обожаю ее карту Мехико. Не знаю, как вы, но смотреть ее просто замечательно. Тут творятся чудеса, миракл, по мгновению волшебной палочки. Такая Чечня творится на центре, что не в сказке сказать, не пером описать. Медлят. Мы уже очень сильно запаздываем. Вот, допустим, игра у нас Virtus.pro и команда Eremia сыгралась всего лишь за 28 минут. А тут мы уже 25 сидим и по-прежнему не можем никак начать. Опять фальстарт, заход. Все. Заходим. Ну и понеслась. Удачи, наверное, двум командам пожелаем. Посмотрим. 1-0 счет у нас в пользу атаке. В пользу команды Спасибо, Ева. Первый раунд дефенсу не удался. Ну... Все нестандартно. И во втором раунде повторяют. Четыре ящика Watch. Galaxy принимает центр за стенкой. Ну, аркада. Единственное, вот смотрите, аркада пошла от Моби и Овен Эйджа в Кишкуа. Это интересно. Там у нас есть Трой на мосту, Кэлвэ и Дракон. Мега-слоу раунд. От атаки Моби уже в кишке в Аркадии убирают у нас Дракона. Есть инфа по этой ситуации. Ее как-то сейчас пытаются разрулить. У нас атака в кишке. Отдать минус разменивающий. Но... Не удается. Это Моби оттягивается. Вот он, смотрите. Хотя... Меняет позицию. Выходит на центр. Его высекают. Пошел заход через центр. Центр отдается. Где это стоит? Ого! Вот так вот даже. Вдвоем. Атака уже один. Овен Эйджа. Он на Б. Мечится. Ничего не понимает. Ну... Дают им инфу, что заход на точку А. О, он хорош какой-то застрел через две. Один в троих. Его прочекали. Но минус он хороший дал. Может сейчас зайти. Тяжеловато там, конечно, эти снаряды выбивать. Дождался он закладки бомбы. Ждет на себя аркады. Думает, что есть человек с центра. Там лежит Смок. И сразу же его выбивает. Келвей. Билс Овен Эйдж. Счет у нас становится 2-0. В пользу. Спасибо, Ева. Ну, заранее, до игры, да. По афише, опять-таки, от игры. Можно сказать, что спасибо, Ева. Имеет моральное преимущество. Кстати, у них один минус. Вот, кто заходит. ТС-3. Наверное, мы не можем послать всю эту игру. Испрей. Дракону вам сказать, что не удается. Но он заталкивает одного второго. Не до спрея будет. Странно как. Втроем. Атака на центр. Хороший трой дается. ВП минус. Вдвоем Моби и Либерта. Моби, понимаете, с точки А. Тужен добивать. Ну, все, все. Атака поняла, что двое стоят на А. Пропрыгали они на позицию. Либерта последний, в котором уходят. Гробы стреляют. Уже просто тянет время у нас. Айскримка. Нет. Злейший. Напугал до конца. Меняет свою позицию. Посмотрим, что будет Либерта думать по этому поводу. Быстро он проскакивает. Смотрите, ну, зачекал его с центра, эту протяжку. Злейший. И сам пропрыгал в четыре ящика. Там не палится. Стоит за ними. Пошел его встречать Либерта. Точнее, в упор на него выходить. Будет чекать, он право или нет. Будет чекать. Дает минус один в один с А. С А. Скримкой остается тяжеловато. Но мы видели, как Еремия отбивает точку B. Это просто было шикарно. Пушить, пушить. Пылесосить. До конца Боба лежит на пространенной позиции. Но все-таки аскринка завершает этот раунд в свою пользу. 3-0. В пользу спасибо, Ева. В этой игре у нас атака рулит. Ну, тяжело, честно говоря. Приходится рашем B. Видно, что уровень их пока что не сопоставим ни с одной из команд, наверное, лиги. И разные могут быть причины. Может быть, там, какие-то есть свои личные причины. Отсутствие тренировок или недостаток тренировок. Но есть как есть. Пока рашем B у нас находится на последнем месте в таблице. С четырьмя победами. Ну и, в принципе, ни на что уже не претендуют. Могут лишь кому-то. Доставить неудобных лидеров. Выберут 2 или 3 очка. Так важно для лидеров. Двое лидер ставить. Здесь у нас не лидеры. Стандартный выход-центр. Никого не забирают. Много хп потеряла айскримка. Вочи только. Вот минус. Но за стенкой, в принципе, человек как стоял. Стоит выход 100. Боит хорошо. Либерта. Играл. 3 в 4. 3 в 4 атака. Двое за сеном. Айскримка-центр. Но айскримка будет закрывающим, если кишка пойдет. Или наоборот. Если айскримка будет первым выходить, то кишка будет закрывающим. Там отвлекутся все на центр. Но выбивают на новой за сеном. Выбивают второго айскримка последнего. Бля, скир. Нельзя так просто взять и убить человека в спину. Нельзя. Гэлакси завершает этот раунд минусом. Наконец-таки размочили. Рашмп 3-1 счет. Ну, ничего такого сверхъестественного. Ни одна из команд у нас не предлагает. В принципе, серьезно. Поэтому мы смотрим на дефолтную мехико от команд средней руки. И так вы можете видеть такое развитие событий. Давай это не убить. Все. Да. Центр. Проход 4 ящика. Включают стоки. Разбивают всю атаку. Отличный раунд. Так. Команды «Спасибо Ева». Вбивают они абсолютно всех. Счет становится у нас. 4-1 в их пользу. Три раунда преимущества. Это много. Это хорошо. Но единственное, возможно, такой вариант событий, что Рашмп у нас тоже, в принципе, за атеров играют сказочно. Преподнесут нам какие-то сюрпризы. На «Галакси» давайте смотреть. Слоновый топот просто в левое ухо стучаться ему. Прямо там атака. Стучится атака. Но смоками закидало. Центр. Осколочная. 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 Пошел выход. Включает одного моби. Хаешка злееще разменивает моби. Первая волна атаки на центр не удалась. Разменялись равноценно. Световая. «Галакси» по-прежнему жив. Летит под него флешка. Вот это интересно. Летел он белый, флешеный и слепой также погибает. Так, нервы по одному достают из рук, позвоночника. Сейчас спасибо Еве и своих оппонентов. Ну и последнего троя добирают на центре. Отлично здесь. Ботч дал минус два. Сувенейджем также он дал минус два. И второй раунд в копилку команды. «Рашем Б» счет в принципе не плачевный. И пока что два раунда всего лишь преимущества. Атаки остается, но ссылку на то, что это все-таки атака стоит сделать. Хотя, не знаю, от чего это зависит. Внимательный не сыграет. А так что... О, Хаешка! Пошли выходы. Был это одновременный выход центра кишки. Но кишка погибла вся. Центр остался. ВМ в спине. Взлейшего. Лука. Смаков слишком много. Выбивать здесь, конечно же, тяжело. Так подоттянулось. Подоттянулось. Ворона. Кидают они свои позиции. Максимально далеко занимают. Дефенсовые оборонительные позиции, что ли. Дальше с хлебом с солью. Центр забирайте, ребяточки. Пока не понимают этого. Ребята из команды «Спасибо, Ева!» И халды по центрам у нас. Там вот как бы овенейджи еще проскочить. Это, конечно, задача. Ну, можно это сделать. Он на эту кишку смотрит. Тем более, что смаком его уже закрыли. Раскакивает ящик. По них опчиком чекают. За стенок там никого нет. Я вот эту позицию с недавних пор называю подмышкой. Которая на центре, которая за стенкой. Мне кажется, наиболее яркое это обозначение, что ли, описывает то, где человек находится. Ну, как бы есть такое, да, у нас в российском комьюнити. Многие в чат читали и многие сами это писали. Крыса, мышка. Подмышка, мне кажется, более удачная. Б, тем временем, атака прошла. Бомба ставится за снарядами в стандартной позиции. Не стал. Айскримка лезть у нас наверх. Все четко. В принципе, рабочие моменты. Две позиции снимают. Пучка смотрится. Хороший какой прострел от злейшего. Последнего овенейджа надо подбирать. Он каленый уже на пункте. Делает это тиммейт. Тиммейт злейшего. Айскримка. Раунд в их пользу. 5-2. Счет становится. Три раунда преимущества за атаку. Команды, спасибо, Ева. Наращивают они атакующую мощь. Кулцентр собирается. Трой по кишке у нас проходит. Там моби встречать все дело будет. Встречает хорошо. Дает минус. Простреливает ящики. Пошли, пошел. Кулцентр. Уху. Жестокий какой. СВМ остается у нас злейший на своем. Видит противника. Видит глаз да зуб не мет. А то в Нейдж минус злейший. 4-3. 5-3. 5-3. 5-3. Счет в пользу атаки. Делаем их. 2. 2 раунда преимущества остается в атаке. Но все равно это Заргут. Замечательно. Лимовая. Шветовая. Шветовая. Лимовая. Такой сразу. Бега в две волны. Выход в центр. Удачный. Белый. Встречает моби одного на А. Нечего здесь делать вам. Супостатый проклятый. Здорово. Встречает. Третий знает где. Но нет. Мишка ТНК. Третьего. Либерта последний. Либерта в троих. С маком закрыта точка А. Вот он рассеивается наконец-таки. Но это задача конечно для гениев. Скилла гениев. Отстрелять точку А. Можно там хоть до следующего утра. Трефить за гробами. И тебя фиг чего возьмут. Потому что они не простреливаются. Но Либерта проверяется. Подвиж. Поближе. Стандартные позиции занимает у нас атака. Один трактор. Один скрывали. Кишка. Отличный хэт. Либерта ставит. Остался трактор и кишка. Но простреливает его через трактор. Через ящики. Точнее от трактора. Злейший. Забирает. И счет 6-3. Становится в пользу команды. Спасибо Ева. Последний раунд. Он остается в атаке для забора первой половины. Тяжело. Рашембэ это видно. Не могут они сдержать центр. Ну. Не можешь. Клинклином тут должен вышибаться. Либо должно быть более активное действие. Какое-нибудь что ли. В три хаешки. В три флешки. Выход на красный центр. Через перемычку. Этот переход. Чтобы здесь врасползить. За статей компонентов. Либо совсем. Удачно они это делают. Наконец-то. Удачно. Это делает Дефенсум. Хороший. Дракон ловит на фазумчик. Гэлакси. И втроем. В троих. Остались команды. А вот. Кидается. Не знаю. Закидочки от крыши. Вот как флешечку можно кидать. Три в два. По-прежнему преимущество на их стороне. Один на один б. Отдали центр. Но в Нейдж так потихонечку. Потихонечку этот центр самый чекает. По звуку ждет гостей. Нашли в Нейдж. Естественно. Но никто идти не будет. Если сейчас рандомно не прострелят. То это будет заход точки Б. А не А. Ну и посмотрим мы, наверное, за Либерта. Которому встречать четыре ящика. Там грозные три типа уже идут. Упокойтесь. Если они что-то могут. Отстреливают точку А. Какой-то. Обороны у нас позиции. Трактора. Тем более эту позицию. Смотрится и Трактор ворота. Удачи тебе, Дед Мазаева, Нейдж. Выходит все. Шикарно. Сотроя поймал. Так вот. Первая половина. Заканчивается у нас в пользу команды. Спасибо, Ева. 7. 3. Я так понимаю, что общий счет. Продолжение следует. В принципе, читаемо, в принципе, предсказуемо проходит игра. Несмотря на то, что карта Мехико, фавориты в этой игре, спасибо, Ева, свои позиции сохраняют. Сохраняют они первенство в этом споре. И даже за атаку выигрывают у нас первую половину. Изначально они были не против начинания за атаку. Так случилось. Так, ну будем мы сейчас быстренько меняться. Начинать вторую. Ответ тишина. Поехали, ладно. Окей. Поехали, поехали смотреть вторую половину. Разберемся с ними. И в отпуск. Шветовая. Посмотрим, как в атаке Russian B чувствует себя. Пока уверенно. Пока в первые секунды раунда они никого не потеряли. А это уже успех. Но покоцали двоих. Дроих хорошо покоцали. Такой разброд небольшой в атаке. Каждый занимается своими делами. Единственное, что центр проходит. Сопотиконечку. Смоком закрыта точка. Отрезано. Естественно, Б тут будут за четырьмя ящиками встречать. Либо в арке Б. Ну, четыре ящика пустые. Моби имфу своим тиммейтам дает. Большой такой... Табл фейк. Наверное. Наверное, должна понимать оборону. Заход на... Ой, вот это хакешка. Хорошая. Хорошая, конечно. Так, ребят, Моби. Клав. Дает ускорение. Но в Нейч. Чистит. Чистит просто в точку А. Минус два делает. Забирает в КМВе дракона. Знает, что ворота есть. Меняет на трофейный коллаж свое оружие. Последний остается в троих. О, у него нет. Его забирают все-таки. Спасибо, Ева. Раунд за ними. 8-3. Что-то в мобе... Ну, тут на рандом пытается выстрелить злейшие точку А. Естественно, ему ничего не удается. Ни дураков там вообще абсолютно нет. Никто не будет стоять на прострельной позиции. Убирается далеко, слейший. Он должен давать минус. Он должен давать дальше. И не минус. Но дают его. Последняя эскринка. На ту же самую базу. Он пытался забраться. И забирается. Ева со всех сторон. Уже просто фританский флаг порвали. 1-1 счет во второй половине. 8-4. Таким образом, четыре ранга преимущества. Спасибо, Ева. Ну, так, расхлябанно потихонечку надали все-таки они. Опять отдает дефенс у нас в центр. Там в подмышке единственное, что стоят люди. Но они так не пытаются активно действовать. Ого! Целых трое! Господи! Ну это просто казнь. Мобилой это прицел. Ну и последний остается. Хороший фаззум. Один в один. Трое у нас, я так понимаю, тоже с АВМ. Боребасный и Перов. В оконцовочке раунда. Это замечательное зрелище. Моби что пытается сделать? Найти себе подходящий ствол? Или все-таки пробраться к бомбе? Ну тут трое не так-то просто. Тем более позицию А он покинул. По бомбе у него инфы никакой нет. Меняет на калаш. Моби свою АВПшку. Берет бомбу. ХП у него, конечно, поменьше. Но шансов побольше. Потому что тут много больше трое нужно думать. Ломать мозг. Откуда же придет к нему смерть, если она придет все-таки с косой. Ну, хорошо. В спину море. Завершаем. Завершаем Бэй берут во второй. Во второй же половине. Давай, бери. Восемь пять. Восемь пять. Осколочная. Осколочная. Световая. Световая. Жестоко, да, моби? Вот как прочувствовал. Подмышки у нас вообще никого нет. Он проходит просто центр. Занимает оптимальную позицию. Если кто-то будет выходить. Ну, мне кажется, что он не дает моральную уверенность. Заходить на центр. Куда-то соваться. Просто будут они стоять. Тем более, что атаки осталось не так много. Ну, подмашнили себе. Подмашнили этим смоком. Теперь ему придется сшиваться здесь до рассеивания этого самого дыма. Ждать в гостей. По-другому никак. В принципе, но пытаются брать его. Неудачно. Световая. Световая. Разменчик от Либерты. Дает он хорошего феда. Бав четыре. Атака осталась. И вот, наконец-таки, смок рассеялся. Выходит из него айскрин. Который отчет покорил. Выходит второй. Моби уже в этом раунде. Видит еще одного. Но у Либерты не так много хп. Не станет он соваться. Он пытается просто тут допушить уже Моби. На полном чувстве своего скилла. Дает он инфу тиммейту, что слепой. Либерта не слепой. И туда. И туда, конечно, прилетела. Опа. Откуда ни возьмись. Да, прострельщик. Моби симпрофей. И шансы у него минимальные на взятие этого раунда. Как же трактор практически нереально. Тем более, что тут второн на него уходит. Отлично. Вонхеда дает с дегла. Патронов нет у него в калаше. Ну и жаль, жаль. Дострелял его калвей. Второй раунд. Во второй половине берет. 5-9. 9-5. В пользу Габанда. Спасибо, Ева. Так уверенно. Абсолютно уверенно в себе. Играет. Команда. Спасибо, Ева. Да, в принципе, РАШМВ. Ничего не стремаются. По карте не то, чтобы расслаблено, но как-то без оглядки, что ли, на результат. Удается. Удается. Удается им пробить центр. Забирают. Будем ставить. Непонятно, чего. И кого боялся у нас Моби. Хотел он поставить на простельную позицию посредине площади на Б. Но он не поставил. Поставил стандартно за грабанда. Моби будут отбиваться втроем атака Калвэя и Дракона. С Драконом баста. Нет уже ничего. Калвэй последний. Калвэй, Драконом баста, но если он так минусует. Двоих есть, но не два. Будет играет целый Калвэя. Практически дает спреем еще одного. Инди Дефуз будет делать. Нет. Давайте не касать. Уходит спреем Гэлакси. Что там сейчас Калвэя? О, ничего. Гроб заказывайте Калвэя. Хотел только сказать, что Калвэя сейчас нужно максимально вытащить из Галакси Патронов. Послушать это, да? Услышать чек. Чек Калыша, перезарядочку, выйти и дострелить. Но не дотерпел у нас. Человек. Калышки, Хаешки, Рашсток, Аркадов, Одиночку. Он дает спракону. Все, отлично. Отзабирает он моби, прячется за стеночку. Это уже не айс, не айс. Для атаки первый такой быстрый минус. Четыре. Есть у них это за сеном. На двоих на точке А. Минусу. Бейшево, Нейджа, Гэлакси. Китается на центр стреляться. Три в четыре. Зажато у нас в кишке. Есть инфа по всем практически. Кроме одного. Два тут точно есть. Но так как у нас в одинаковых скинах играет команда Рашембе, то в принципе сейчас атаку по обороту не различает. Еще один разменчик. Два в три. Два в три. Либерта каленый. Вочи сутки. Вочи на центр. Есть. И он в дуэль. Есть. Если не стремляться, скучать не придется. Сканворды разгадывать так же не придется. Даль продолжается. Трой минус вочи. Господи. Либерта последний за сеном. Он слит целиком и полностью. И стягивается у нас с дефенс на точку А. Прекрасно понимая, откуда ждать вектора атаки. Тем более, что этот вектор такой тоненький, слабенький. Стрелочка такая небольшая. Практически нет уже никаких жизненных сил у Либерты, сходя из его позиции. Но эту позицию тяжело разыгрывать, выходя на А. Но Либерта разумно рассуждает, меняет ее. Сейчас может он, в принципе, двоим даже сделать. Давай, до свидания. Единственное, что на него никто не суется. А вот теперь еще и зачекали его. Сразу же Акскримка забирает своего оппонента. Кладет в копилку своей команды еще один раунд. Десять. Десять. Шесть. Еще. Дымовая. Ну, остановка четыре раунда. Более что, не просто, делаем на самом деле. Дымовая. 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 Последний движет. Хотя, злейший пытается ампеваться. Его пушат до конца. Клашински трекочут. Отогнали. Отогнали злейшего. Не так много хп он потерял. Хорошо, там разобрался со своими врагами. Сейчас перезарядит все, что у него есть в рюкзаке. Будет убиваться дальше. В Энейже. Минус. Watch последний на центре. Инфа по нему, естественно, слита. Видели, как он проскакивал. Выходит в контакт. Ну, и Килвей хорошего в тело ставит на Watch'е. Одиннадцать. Одиннадцать шесть. Ну, это все. Это ГГ. Поздравить команду. Спасибо, Ева. С еще одной прекрасно отыгранной игрой. Игрой прекрасно отыгранной. Маслом. Масляная. Ну, как есть. Хорошая раскидка от Watch'ек. Лайка на фронтах. Лайка на фронтах. Воу. Наконец-таки Айскринка. Убивает. Ну, такие уже. На фанчике разменчики. Пацанчики на фанчике дают разменчики на центрики. Так, трое засекли. Трое АВ. Максимально долго не пускать. Забирают. О, последний АВ. Через ящики нет. У него патронов в Калаше. Ну, водитель мелом. Через пару секунд. Можно будет сказать. Да. Все. Победил Блэклист. А он за атакой. Давай, соберись. Хорошую позицию моби занимает. Его найдет ЛГ-4 ящик. Она входит. Он начинает стреляться со злейшима. Ему, конечно, руки хорошенечко расстреливают. Убирает Гэлакси злейшима за ящиком. Гэлакси злейшима за ящик. Гэлакси злейшима за ящик. Размен от КЛВ новый. Трое АВ на центре. Следующий. АЕшка. Вот теперь и флешечка. Апустим. Молодцы. Три в четыре. Три в четыре атака. Опять они заперты на центре. Но позиция играбельная. Можно от нее отыгрывать на любую из точек. Есть еще время подпускать. Убирает Гэлакси. Хорошо. Гэлакси. Звони. Ну. Угу. Убирает. 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 Пять четыре. Вторая половина. В пользу команды. Спасибо. Ева. Давай. Заберись. Лобный трое. Лучше снайпер лиги. Пока что по голосованию делать у нас минус на моби. Первый открывающий. Моби там наверное в стойке. Пошел и шалился. Шалился. Еще один минус от КЛВ. Крайка. Бунейджин. Правильно. Атака остается как в предыдущем раунде. Опять они заперты на центре. Ну. Не то чтобы заперты. Они его еще даже и не занимают. Световая. Так. Буждание во тьме. Сматривает. Заходы. Встречают сено. Не хватает у бракона патронов. Да и уверенности в своем спреи не хватает. Последний Гэлакси остался. Вот и его. Его добрали. Шесть четыре. Вторая половина. Спасибо Ева. Ну как бы что за атаку, что за дефенс. В принципе по раскладам первоначальным до игры стопроцентно отыгрывает у нас эта команда. Берут свое. Законное. Как предполагалось. Хотя Рашин Б. Могли бы. Могли бы. В принципе. Первая половина сложилась на них. Не айс. Осколочная. Убивают сено. Гэлакси флешеный. Должен умирать. По идее. Должен же умирать. Пошел. В центре. Два выдать мог. Ну нет. Все. Вторая половина. За Спасибо Ева. Также остается как и первая. 14. 14.7 у нас общий счет. Двукратное преимущество команды. Спасибо Ева. Поздравляем мы их с этой победой. В принципе она была предсказуемая. И уходим на небольшой перерыв. Смотреть рекламу. Слушать музыку. Будем возвращаться к третьей игре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.